Немногие ивановцы знают, что на тенистой улочке Колотилова притаился один из древнейших памятников каменного зодчества в городе – дом фабрикантов Грачевых. В 18 веке Ефим Грачев выкупил вольную на себя и свою семью, расширил швейное производство и построил этот дом. Возраст этого здания больше 250 лет. Если учитывать то, что старое здание и возраст уникальный, то, конечно, мы бы должны испытывать определенные трудности. И они у нас есть, мы это не скрываем. Но то, что здание находится в удовлетворительном состоянии, это может видеть любой, кто к нам приходит. Хотя на сегодняшний день, конечно, у нас стоит проблема реставрации фасада как уникального здания, и есть проблема определенных помещений, но они все решаемы. Сегодня на усадьбе фабрикантов устанавливают табличку с QR-кодом, чтобы о богатой истории дома знали ивановцы и гости города. Сейчас здесь дом детского творчества. Узнать в этих помещениях богатую усадьбу 18 века сложно. В этой комнате, предположительно, была молельня. В здании сохранились некоторые элементы старины, как мы их называем. Это три камина, которые работают и могли бы работать в этом здании. Это две печки, которые сохранили из расцитиях времен. И паркетный пол, который есть в одном из помещений. По этому паркету ходил сам Ефим Грачев. Этим камином сотрудники Дома детского творчества обогревались еще несколько лет назад. Они не перестают удивляться постройке дома. Все сделано добротно настолько, что за 250 лет ничего не вышло из строя. Тем не менее, зданию нужна коренная реконструкция. Два миллиона рублей на проект уже выделено. И мы ожидаем, что в следующем году мы начнем, приступим уже к производственному циклу и уже завершим полностью работы, связанные с реставрацией. Проблемные места – это, конечно, конструкции, это протечки кровли и, конечно, необходимость восстановления кованого балкона с опорами. К 2015 году здесь будет красивый парадный вход и резные поручни, как в довоенный период 20 века. Дом Ефима Грачева облицуют снаружи и отреставрируют внутри. Древнее здание обретет вторую жизнь.